Что нужно в первую очередь, если вы хотите научиться играть на гитаре? Как ты думаешь, Саша, что нужно? Нужна гитара. Совершенно верно. Ну, вот, например, вы купили гитару в магазине. Вам она понравилась. Вы пришли, взяли её в руки. И она вам пришлась по душе и по цене, и по всему. И, может быть, вам кто-то помог даже её выбрать. Но вы пришли домой, и она сдаёт какие-то ужасные звуки. Что это за ужасные звуки? Ужасные звуки обычно издаёт расстроенная гитара. Немножко расстроена, да? Что нам делать? Есть способы настройки гитары, которых все знают. Вот это ля. Вот, если бы у нас был камертон или, скажем, фортепиано. У нас есть фортепиано. Вот, у нас есть фортепиано. Мы издали ноту ля, да? И можем настроить гитару по этой ноте. Это классический способ. Мы настроили ноту ля. Потом по первой струне мы настраиваем вторую струну. Как это делать? Я думаю, что многие знают, те, кто играет на гитаре. Теперь мы зажимаем вторую струну на пятом ладу, и она должна звучать точно так же, как первая струна открытая. Открытая – это значит, что не зажатая ни на чём, ни на каком ладу. Дальше мы настраиваем третью струну. Ну, третья струна отличается от всех остальных способом своей настройки. Она настраивается... Она должна звучать в унисон со второй струной, зажатая на четвёртом ладу. То есть третью струну мы зажимаем на четвёртом ладу. И она должна звучать так же, как вторая струна открытая. Вот они у нас звучат одинаково. Ну, я ничего не настраиваю, да, потому что она у меня сейчас настроена. Если бы они звучали у нас по-разному, то мы, соответственно, подкручивали бы третью струну по второй, которая звучит у нас, которая у нас уже настроена. И так далее. Мы продолжаем настраивать потом четвёртую струну по третьей. Она должна звучать зажатая на пятом ладу, так же, как открытая третья. Настраиваем пятую струну по четвёртой. Вот, видите, наконец мы дошли до той струны, которая расстроена. Я её специально расстроил. И сейчас буду настраивать заново. Мы берём чуть-чуть, поворачиваем колок на пятой струне. И проверяем, не ставили они у нас звучать в унисон. Пока не стали. Так. Вот так они у нас звучат в унисон. Пятая струна зажатая на четвёртом ладу. О, пятая струна зажатая на пятом ладу. И четвёртая струна открытая. То же самое мы делаем шестой струной. Зажатая на пятом ладу, шестая струна должна звучать так же, как открытая пятая струна. Вот. Ну, это такой вот, ещё раз я повторю, как он делается, классический способ настройки гитары, который, как правило, все знают, и все новички с него начинают. И он действительно работает, но есть несколько тонкостей, о которых нужно сказать. Если, например, гитара не очень хорошего качества. Например, она, расстояние, например, неправильно, немножко установлено расстояние от ладов. Например, у него есть какие-то проблемы с порожком. Например, ещё, ну, гриф, например, разогнулся немножко, да. Может, в итоге, после такой настройки, струны между собой вроде как строят в унисон. Но когда вы берёте какой-нибудь аккорд, то он у вас совершенно строит некрасиво, диссонансно. Но если у вас есть музыкальный слух, то вы услышите это обязательно, что аккорд не звучит так, как должен звучать. Вот. Почему это происходит? Опять же, из-за низкого качества, может быть, изготовления гитары. Может быть, это из-за того, что струны стоит поменять, поставить какие-то другие. Из-за вот расстояния, вот, мензуры. Ну, например, как я делаю. Я проверяю строй октав. То есть, например, вот это у нас нота ми, первая струна открытая. Шестая струна открытая, это тоже ми. Вот это должна быть чистая, консонансная нота. Нота ми из двух октав. Если они у вас звучат, звучат как-нибудь вот так вот, разъезжаясь, то это не очень хорошо. Есть еще одна нота ми. Вот, например, ну, их много, надо признаться. Но, например, вот нота ми, которую мы берем на четвертой струне, втором ладу. Она тоже должна строить в октаву с первой открытой и с шестой открытой струнами. Если хотя бы вот эти вот, вот эти три ноты ми у вас звучат хорошо, друг с другом слаженно, консонансно, то это уже неплохо. можно проверить, как строят между собой вторая и пятая. Мы зажимаем ноту до на второй струне первом ладу. Вот это нота до. И на пятой струне третьем ладу. Это тоже нота до. Они, по идее, тоже должны звучать в октаву. Если они звучат как-то не так, например, вторая струна у вас расстроена, то нужно понять, в чем, как бы, причина и что лучше всего подтянуть. То есть, очень часто настройка гитары, ну, и многих инструментов, это такой не... немного компромисс, что ли, между тем, как у вас... Если инструмент не слишком хорошего качества, бывает сложно его настроить. Но можно прийти к такому среднему положению, между тем, когда он, как бы, строит хорошо в одном аккорде, строит более-менее неплохо в другом аккорде. То есть, избежать того, чтобы в каких-то там аккордах он вообще не строит или строит ужасно. Найти какое-то среднее положение. Надо отталкиваться от чего-то. Надо настроить сначала хотя бы верхнюю, как бы, первую и шестую струну между собой. Потом настраивать между ними все остальные. Я думаю, что так. Вот так мне нравится. Потом. Я проверяю еще на третьей струне на девятом ладу. Струна зажатая должна звучать так же, как первая в аннисон. Это тоже нота ми. Вот. Открытая третья струна должна звучать в октаву с первой струной, зажатой на третьем ладу. Вот. Ну, не совсем они бывают звучат, потому что с третьей струной часто бывают проблемы. Она на многих инструментах, не знаю, на хороших, наверное, таких проблем не бывает, но на инструментах среднего качества, может быть, ты, Саша, тоже с этим сталкивался, третью струну... Каждый день. Третью струну бывает настроить сложно. Почему? Потому что она такая вот особенная. Выпендривается. Выпендривается, да, часто. Бывает так, что зажатая на... Ну, это зависит от грифа, от качества струны, от многих всего, многих факторов. Бывает, что вот здесь вроде как я это настроил, а открытая она расстраивается. Чуть ниже звучит, чем нужно. Ну, приходится выбирать нечто среднее, чтобы она здесь звучала примерно в аннисон, не уходила слишком высоко от первой струны, от ноты ми. И открытая звучала не слишком низко, чем соль, которая нам нужна. Ну, чего мы в итоге пытаемся добиться всеми этими настройками? Мы пытаемся добиться того, чтобы аккорды звучали слаженно. То есть мы берем вот аккорд соль-мажор, например, он у нас должен звучать красиво. Все струнки между собой должны звучать гармонично. Берем аккорд до-мажор, он тоже должен звучать хорошо. Берем ля-минор, все должно звучать между собой, все струнки должны звучать консонансно, слаженно. Все. Это ми минор-септ какой-то мы взяли. Вот. Есть еще некоторые хитрости. Настройки по флажолета. В конце я затрону самый простой способ настройки с помощью гитарного тюнера. Вот. Но... Тут секретик приготовили. Это действительно способ хороший. И я им пользуюсь в первую очередь в последние несколько лет. Но знать способы настройки гитары как бы без всего или по какому-то другому инструменту нужно и полезно.